Так, высылай категорию до 74 килограммов за Урбек, Седаков. Здесь Курбан-Шираева развели с Седаковым. Да, Седаков в следующем круге встречится с Алексеем Боровицким. Да. Пежоев будет идти по сетке Седакова. Вот, а Станислав Свинобоев пойдет по стороне Курбан-Шираева. Да. Мы, кстати, Курбана еще не видели. Он с Константином Гласовым будет бороться, да, я так понимаю? Или он был уже? Но мы все охватить, к сожалению, не можем, но что можем, посмотрим. 8-0, да? Да. Тимуру надо постараться один. Вот задача максимум даже можно поставить, если вот на Спартакеаде сильнейших никто не смог взять балл, а я возьму, значит, неплохо. Это будет уже хорошо. Минута остается до конца. Ну да, Заурбека Седакова мы знаем. Он борется до последней секунды. Не выключается. Да, никогда не выключается, никогда не будет отключаться там, завязывать, будут до последней секунды. Функционально, полностью готов. Попытка прохода. Все болельщики и все поклонники вольной борьбы все не могут дождаться встречи. Розамбека Жамалова и Заурбека Седакова. Все так получается, что на каких-то соревнованиях Заурбек выступает, но там нет Жамалова, на каких-то Жамалов выступает. Мы ждали именно эту вывеску здесь, кстати. И, в общем, предварительная договоренность, я так понимаю, тоже была с Розамбеком, да? Что он приедет. Да, но у него травма от них тоже никуда не деться. Лучше, как ты говорил вначале, лучше где-то сделать паузу, залечить до конца, чтобы не травмироваться дальше. Да, очень тепло тоже. Да. Трибуна приветствует Заурбека. Так, остаемся на этом ковре, друзья. У нас сейчас был Тимур Бежоев. Джулиан Сильвестров. Сильвестров. Республика Сахай, Якутия, да? Да. А потом, видишь, Эдгар Кудаисов. Ну, а это два Республика Сахай. Лучше мы потом посмотрим, может быть, ковер А или Б, да, после этой схватки. Здесь тоже полно интересных схваток. Да, Магомедов, кстати, против Якова Павлова. Я так понимаю, еще не вышел, да? Да, еще пока так. На ковре А, на ковре Б у нас. Это похоже будет. Да, Егора вторая схватка, но со своим также борцом. Да, Батамункоев с Белолюбским. В общем, интересно. Ну, и Артега у нас выйдет тоже. Толмачев схватка Максима будет с Александром Гуштын. Артур Найфонов в свою первую схватку, да, тоже. На ковре Б Зауром Умалатовым проведет. Интересно будет, да. На ковре А, кстати, мы, вот, самое главное, что мы не должны пропустить, это Тютрин и Кромов. Тютрин и Кромов, это прям встреча будет такая международная и, в принципе, можно заверить, что... С Тютрином Власовым, да. Станислава Свинобоева бы не пропустить с Болгарины. Международная схватка. И очень интересно. Двукратный чемпион России. Кстати, эта схватка будет уже совсем скоро, через пару схваток. Мне очень интересно. Перешел в весовую категорию, боролся в 70 на чемпионате России. И перешел в 74. Так, ну, начало встречи. 30 секунд у нас по времени прошло. Счет у нас 0-0. Тимур Бежоев. Тоже. Такой путь проделал, чтобы добраться до Республики Саха-Якутия. И приехал однозначно только за золотой медалью. Будет бороться. Поджимает. Пока центр Ковра занял. Поджимает. Да, и берет бал. Так, Тимур Бежоев. 1-0. Ну, начало, в принципе, схватки практически такая же схватка, как и за Урбек Сиданков в начале 30-40 секунд разведка была, прогревался. И уже в середине периода начал активно действовать. Да, я, кстати, вот слежу онлайн и за новостями успеваю чуть-чуть, да, посматривать, потому что ждали мы наших почетных гостей. Сегодня они утром прилетели. И вот сегодня с главой нашей Республики Айсеном Сергеевичем Николаевым успели встретиться и Хаджмурат Гацар, и Денис Саргуш, и Джамал Тарсултанов уже. Да. Такой очень интересный уже такой вид у него. Просто давно не видели Джамала. Да, давно следили его. Ну, и надо сказать, что глава Республики является у нас руководителем Федерации спортивной борьбы. Конечно, ему большое спасибо от всех болельщиков, от всех любителей вольной борьбы за такой шикарный подарок, за такой турнир. Конечно же, это в первую очередь тоже благодаря поддержке главы Республики, главы руководителя Федерации спортивной борьбы, да. Вот, честно говоря, я очень удивлен, хотя и сам тоже причастен, ну, просто, да, с точки зрения и медиа, да, и, конечно, я каждый день видел, как эта работа проходит, но вот результат просто для меня. Да, результат радует глаз, я прям. Ну, а тем временем Тимур Бежоев уже выигрывает 8-0, как я и говорил, он первую минуту прогрелся, взял два балла, и потом, уверенно, уже первый период вот закончился со счетом 8-0. Да, надо тоже попробовать навязать свою борьбу у таких именитых спортсменов, тоже попробовать взять баллы. Я думаю, после таких турниров детей, ребят, которые захотят идти в борьбу, да, должно становиться больше. Да, конечно. И не только у нас, в Якутии, да. Да, по всей, я за этим турниром, я думаю, следит не только даже вся Россия, но у меня... Но борцовская Россия точно, да, которая... Да, и Россия, я думаю, другие страны и за своими борцами, и... Все-таки 12 зарубежных стран тоже, думаю, действительно, сейчас, ну и турниров не так много, вот таких ярких, да, с такими именами. 8-0 ведет. Да, Тимур Бежоеву не хватает 2 балла до технической победы. Ух ты, бросок на 4 балла. О, 4 балла, красивый бросок, да. Ну, рисковал уже, тоже надо было действовать, но понимает любая ошибка, и это проигрыш. 12-0, Тимур Бежоев выигрывает. Краснодарский край. Будешь персонально болеть за Тимур Бежоеву, да. Так, можно. На ковер? А, да, мы можем. Сейчас у нас... А то он обрался на ковре Б. Так, сейчас мы... Здесь пока... Информаторы пока молчат, да? Да, вот Бежоев отборолся у нас. Так, Эдгар Кудаисов. Ну, да, Бановакум 2. Представитель сбора. Давайте мы на ковер А или Б, да? А Б, кто... Скоро Абазгаджи тоже должен выйти. Магомедов. Ну, здесь тоже неплохо. Разные регионы, да? И страны тоже. Так, 65. Ну, да. Датонов и... Буруна и Гербишт и ВА. Ну, нет. Давайте мы ковер все-таки А посмотрим. Здесь мы можем просто уже остаться и несколько подряд схваток посмотреть. Да, посмотрим, да. Потом Боровицкий выйдет с Кириллиным, да? И Станислав Семнобоев с Николай Димитров. Можем посмотреть, да. Мартуй Ол выигрывает 9-2, да? Мы видим. Два балла отыграл сейчас спортсмен сборной республики Саха-Якутия. 4-9. Должен сейчас попробовать поработать в партере. Забрать руку. Попробовать переворот. Здесь не засчитан. Сейчас засчитали. Сейчас опасное положение было в любом случае. Да, засчитали. И 6-9, по-моему, если не ошибаюсь. Там счет. Да, травма. Да, 6-9. И время, оказывается, да. Все. Да, время выложилось на все 100%. И прям восстанавливает дыхание. Да, Павел Ксенофонтов проигрывает Мартуй Олу. Спортсмен из ТВ. Сейчас на ковер А выйдут Алексей Боровицкий и Василий Кириллин. А далее уже Станислав Семнобоев, Николай Димитров, Константин Власов и Курбан Шираев. Да, вот. Хороший встречи. Тоже неплохо, да. Мы будем также наблюдать за другими коврами. Ждем выхода Базбаджи Магомедова с Яковом Павловым. Тоже интересненько посмотреть. Владимир Игоров у нас выйдет. Вторая его схватка будет, да. Вот. Димчик, Батамункуев и Аял Брюнский тоже неплохо. Артега будет бороться. Толмачев Максим Наш, борец, тоже будет бороться. Никита Сучков будет бороться против монгольского борца. Денис Хроменков, Андрей Арунов. Артур Найфонов, первая схватка с Амалатовым. Очень много интересных схваток просто. Здесь на ковре С тоже здесь такие вывески интересные. Здесь у нас Ахмед Идрисов будет бороться. Да, с Борисом Баршуевым. Далее Козырев Сергей, вторая его схватка с Никитой Акулинчевым. Радик Валев, Андрей Карпач из Белоруссии. Андрей Ленский, это наш Борис против представителя Кыргызстана Усманова. Чемпиона Куб. Молодой Борис. Аслан Хинчагов, Георгий Велев. Расул Тихаев, Славик Наньев тоже интересный. Интересный. Славик Наньев, второй. Аслан Черкоев, один из лидеров с Канебеком Абдухаировым из Кыргызстана. Да, в общем, Анфрия Замат Закуев тоже старший. Сыран. Да, борец, да, и Борисом из Ирана. Да, Сырана. Просто хоть все показывают схватки. Да, Боровицкий Кириллен. Василий Алексей первую схватку выиграл очень уверенно. После этой схватки выйдет Станислав Синобоев. Посмотрим его готовность. Давно его не видели на ковре мы. И тем более в новой весовой категории, да. Как он себя будет чувствовать. Всех отцов сборной Якутии это интересует, конечно. Ну, интересно, очень интересно. У него тоже зрелищные, захватывающие схватки. В такой весовой категории, с такими лидерами. Смотреть, я думаю, будет одно загляденье. А пока у нас Боровицкий и Кириллен. Счет 0-0. Активити тайм тоже никому не дают. Ох ты, все-таки свисток был, да? Да. Как раз, да. Да, судья призывает действовать активней спортсменов. Спортсменов. Ох, Боровицкий. Да, уверенно проходит ножки. Очень такой скоростной парень, да? Несмотря вот, он уже, можно сказать, такой опытный борец. Лет уже под 30, наверное, да? И ему... Ох, отключает, как ручку. И будет делать накат. Ох ты. Да, 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 тянет, тянет. Пока нет оцененного действия. Но я все-таки провел накат. Молодец. 4-0 ведет. Счет 0-0. Продолжает делать накат. Отключил хорошо. Руку, да? Да, руку отключил. И еще продолжает разгонять. Тоже один из его любимых приемов, Алексей. Да, и тоже 2 балла опасное положение было. И еще раз ему остается сделать, и все. И еще ключ на голову. В принципе, можно его поблагодарить, потому что, да, Станислав. Приблизил нас к схватке. К интересной схватке, да. Конечно, пожелаем развиваться его тоже сопернику, Василию Кридину. Но пока вот мы видим, разница в классе, она чувствуется, да? Далее Станислав Синобоев и Николай Димитров в Болгарии. Так, Боровицкий у нас уже вторую схватку, да, выигрывает? Да, очень уверен. Боровицкий, да, очень уверен. Две схватки провел уже, две схватки выиграл. И он выходит на лидера. Да. Он выходит на толпы реки Синобоев и Николай Димитров в Болгарии. Так, ну, любимчик местной публики, да? Да, да, конечно. Любимчик. Молодой, конечно, совсем парень еще, но подает надежды определенные, да? Дважды выиграл первенство России, причем выиграл очень уверенно, с большой разницей в итоговом счете, да? Да, уверенно. Чем радует, конечно, болельщиков. Голосование даже было на сайте, получается, Федерации борьбы, и болельщики проголосовали за него. Все 10 финалистов были, но Станислав Синобоев вот стал лучшим борцом чемпионата России. Ну и Николай Димитров в Болгарии. Ух ты, перевод хороший, два балла. Два балла и гатит сразу, еще два балла. Молодец, 4-0. Да, 4-0. Хорошее начало, уверенно, 4 балла. Василий Петрович Уваров, его тренер, там секундирует. Главный тренер в Горной Республике Александр Савельевич Оконечников. Конечно, внимание к этой схватке. Большую, не скрою, да. И хорошо начал Станислав. 2-2 сделал. Берем в партер и сделал накатку. Станислав. Тот очень спокойный. Станислав. И скромный. Да? показаться на самом деле же димитров первый начал атаку и станислав просто его сразу подловил на ошибки на контратаке пытается поднять здесь балла не будет не будет ну да ухты красиво сейчас но за спину по 4 9 но но пока данное преимущество одного балла не хватает еще берет на растяжку на завел но надо напомнить что в полуфинале он может встретиться от курбана сыраева да и там старейшина 11 коллеги дает 2 пола и 11 0 но скромненько тоже похлопаем парню продышался хорошо показал что неплохо готов к турниру но уже с лидерами это будет другая история другая складка но красиво конечно да очень интересно если они в полуфинале сойдутся с курбан шираевым хорошая встреча будет с курбан шираевым витя тоже много боролся до рассаде наш лидер и сейчас и проигрывал и выигрывал и проигрывал по-другому не бывает когда лидер все таки не хватает борьбы виктора садина оказывается он тоже знаете яркий борец тоже ох ты константин власов и наш курбан шираев чемпион европы курбан шираев второй турнир борется в этой новой весовой категории 74 он очень быстро начал набирать по весам но видно что у него и рост есть и все возможности физические данные великолепные на 65 выиграл олимпийского чемпиона сослана рамонова вот и пошел вверх 70 килограмм сейчас уже в 74 курбан ширая в финале чемпионата европы встречался с нашим нергуном скрябином тоже помните да 65 килограмм сейчас уже 74 набрал как но и тогда уже чувствовалось что он года скидывает крупнее намного он выглядел ну и и руки-ноги конечно повыше ростом и антропометрия в общем великолепная у спортсмена он наш хорошо тоже в принципе там отборолся был у него свой план на эту схватку чуть-чуть не у него не получилось но чуть-чуть конечно не считается здесь уровень уже конечно очень высокий и там уже имели секунды и микродвижение решает судьбу схватки константин пока еще балл не дал но тем не менее надо бороться показывать и борьбу искать но опять активити тайм у дагестана и причем в пользу власов он видно что центр ковра как-то вяжет навязывает борьбу и один балл зарабатывает костя с одной стороны да ты лидируешь но со второй стороны может все отвернуться если во втором периоде дойдут бандж раева активити тайм ну получится один по последнему действию все время свисток 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 да минуту остается уверенно так был прям судью чуть успевать прям так смотрел еще время есть еще минуту бороться первого периода да далеко пытается пройти в ноги курбан сейчас он защищает защищает хорошо защищается на подстраиваться торта новая весовая категория для курбан шараева тоже подстраиваться своим соперником опять сделал движение проходит ноги и сразу видно защита хорошая у вас он прям ноги отбрасывает ну да он скажем да физической мощи сильно не не уступает но весовая категория опять же скажем для шараева новая константин тоже в основном 7-7 боролся 74 решил выйти чемпион республики он спартакиады народов республики в общем он у нас этих весах известный борец так кавер а константин гласов курбан шираев второй период у нас начинается обновленные есть программа на все грамма сетки сейчас замены сделали и у нас есть возможность посмотреть да что еще нас ждет у нас напомним еще целый час до перерыва я думаю успеем и посмотреть тоже на ковре будет интересная схватка валентир бурнашов и ахмед идрисов да но это вторая схватка до ахмеда сейчас вот это заканчиваю да николай передонов бурнашов и начинается давайте мы все-таки досмотрим а конечно эту схватку еще две минуты счет 11 уже в пользу сираева еще две минуты ребятам надо отбороться пока по активе китайм заработали а нет вот час активе китайм до участок и второй балл сейчас может взять курбан шивая такая вязкая борьба идет какие баллы дает сделать никакого действия один балл курбану шираеву и минута двадцать пять бороться но надо попробовать искать свою борьбу в завязки те может проход попробовать в общем надо прессинговать атаковать заставлять ошибаться но это всегда чаровато 2 балла 2 балла берет 4 1 из крестном захвате как работает молодец константин достойно очень достойно выглядит в этой схватке может быть я даже был неправ когда говорил что надо сейчас атаковать но имеется ввиду что ошибки они здесь очень чреват чреват и всегда на борьбе с мастерами такого класса одно неверное движение ты так но шансы есть 30 секунд власову надо попробовать бросок надо на что-то предпринять любом случае или взять два балла стойку встать но как то что баншираев даже вот он пытается он немножко проходит это активное действие надо власову постараться свисток и со счетом 4-1 победу одерживает курбан шираев да это первая его схватка дал ему продышаться сантин власов это не было для него очень простая легкая прогулка мы видим да дышит тоже достаточно глубоко 4-1 и мы приходим на коверце если дрейсов будет в принципе мы можем и посмотреть в принципе и иранца нашего по идее да гостей тоже надо уважить если есть мне кажется да есть смысл на ковре а остаться нервон терентиев против борца из ирана ирана весовая категория до 60 килограмм уранца уже вторая встреча его вторая встреча давайте лучше а посмотрим я в общем если честно не беспокоюсь насчет итогов встречи и дрисова и бурнашова просто да прошу меня конечно конечно простить но тем не менее нам все-таки надо чем-то жертвовать и мне кажется здесь будет чуть интереснее схватка интересная схватка тоже международная схватка сразу же здесь будет алдарман куев это и вот тоже вторая схватка против андрея бекринева нашего белорусского легионера отлично да так что давайте степан вы со мной согласен да я полностью согласен международные схватки они всегда интересны и большой опыт а потом смотри степан а потом еще у нас ариан тюдрин в общем пока загадываем да пока загадывать не буду но остаемся пока на ковре я думаю никуда мы отсюда не уйдем может быть но вот я бы хотел за и магомедова может быть спал конечно тут тоже особо сомневаться не приходится но просто ухты и тем временем 4 балла сразу иранский борьба лохи чуран великолепно подготовленные до иранские борцы все вроде молодые да не скажу что это там первые номера может быть даже не вторые я не знаю но видимо молодежная сборная какая-то молодежная сборная может второй состав какой-то может это может первый состав молодежный привезли просто великолепную борьбу показывать вы видели как боролся здесь на коврец и против загир шахиева и 4 0 здесь уже сладко против перентьево хочу рано ну иран мы знаем это мекка борьбы тоже страна где это этим видом спорта не просто любят можно сказать этой борьбой и живут да да так что в этом конечно нет чего-то запредельно невозможного скажем но интересно очень состав просто украшение турнира спортсмены состава очень сильные самые именитые спортсмены и вот молодежь какая яркая тоже приехала да и молодежь набарывается и в принципе по классу ничем не уступает борцам тоже схватка загира шахиева показала что парень даже 10 5 10 баллов у него взяли в короткое время смог реабилитироваться перестроиться и выиграть 4-0 в начале сделал гранский борец бросок и удерживает это преимущество в первом периоде Магомедов выходит на центральный ковер против Якова Павлова тем не менее мы пока везде везде друзья интересные схватки на центральном ковре Абазгаджи на ковре Ахмед Идрисов так все у нас заканчивается первый период сейчас на перерыв уходят борцы может посмотрим центральный ковер нет да да уже начали смотреть я думаю кто то уже болеет и за эту схватку ну а Абазгаджи тоже очень активно да начинают схватку давайте досмотрим 4-0 пока ведет спортсмены из Ирана Идрисов Идрисов 7-0 да друзья кто прям так немножко параллельно смотрю на ковры 7-0 уверенно выигрывает он Ахмед Идрисов Абазгаджи только начал бороться но там у него по моему балл есть да один в активе вот я не вижу да он заковел по моему выталкивал да еще 2 балла ну да в общем 3-0 если не больше и по моему перевороты пошел да он пошел перевороты делать там быстрая встреча да завершится давайте мы посмотрим на все закончилась схватка да можно было впервые да можно было кстати они вышли а потом да ты прям как видел да ну извини далее идем керите или хочу да да это как так быстро на 10 секунд я говорю он с Мирчем сейчас проносится пока да и здесь 11-0 Ахмед Идрисов параллельно параллельно вот они вот так идут друг к другу в финал два Титана да да видите зрителям как повезло да которые на трибунах сейчас да успели и то и другое и да я же говорил друзья даже какое-то чувство вот посидеть на трибуне и где-то тут ну ты не сможешь ни одну встречу пропустить да ну в любом случае сможешь это увести свой взгляд на ковер вот со своим любимым борцом так Терентьев пока ни одного балла но здесь опять активити наверное начнется да Иранец ушел в глухую оборону и активити да причем эту оборону он как сделал бросок в первом периоде ушел в глухую оборону и до сих пор ее удерживает в начале был бросок и закончился первый период с таким же счетом и сейчас тоже вот заслужено бал Терентьеву надо попытаться попытаться не дает бороться иранский спортсмен все вяжет и уже с таким преимуществом чуть-чуть пытается пассивничать вот Терентьев занял центр ковра пытается что-то сделать да очень такую зрелую борьбу показывают борцы из Ирана хотя вроде на вид очень молодые да очень молодые да просто молодцы конечно с такую команду привезли надо большое благодарность им объявить да 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 такие схватки вроде зона но нет разворачивается на опыте развернул да еще раз напомню что после этой схватки Алдар Мункуев Бурятия и Андрей Бекренев Беларусь выйдут а потом одна из центральных схваток ожидаемых еще схваток 57 кг Ариан Тютрин одни из лидеров и Икромов да 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 еще один балл у Терентьева 2-4 2 балла надо брать ну отдавать надо все силы правильно сейчас прошел раз вытолкнуть что-то сделать все пошел в атаку последние секунды остается нет 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 да а можно время даже вот вернули время потому что вне свистка еще судья свисток не дал вы куда время давай 5-4 за ковер надо потолкнуть давай Нюргун да не успел там время еще есть 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 время но нет при равном счете 4-4 да Нюргун конечно это ошибка ему дорогого стоила да в первом периоде когда да контрприем попался и на 4 балла улетел вроде и желание было и возможность оказывается это уже была 4-4 счет 4 равный счет вот это да 4-4 но тем не менее оценка качества действия да лучше побеждает иранский спортсмен молодой спортсмен за счет качества да со Степаном поставим галочку над этим спортсменом она у нас уже вроде стоит так он у нас идет с Монгушем да иранец да но встретиться они только в одной второй смогут в одной второй полуфинале да 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 в 57 то тоже так Докринев у нас уже на ковре пару секунд уже отборолись успешно Монкуев против него сборная команда Бурятия как я говорил у нас 15 регионов представлены россии россии и тринадцать стран вместе с россией тринадцать стран тринадцать стран зарубежных стран и более 190 спортсменов 193 Андрей Бекренев кстати бронзовый призер тоже турнира подобного лиги да ух как прошло красиво просто ломает да опустил на два балла да опасное положение и в накат хочет сейчас уйти пока не получается с обратной здесь получается так два ноль в пользу Андрея Секринева хорошо провел действие прошел в ножки поднял на второй этаж ну в опасное положение опустить не получилось ну забрал уверенно два балла в центре ковра навязывает свою борьбу в центре ковра навязывает свою борьбу и не пытался интересный провести прием Андрей Бекренев но не получается да кстати видимо этому приему его научил его старший брат из среднеколымска воулуса Дмитрий Шадрин он тоже очень часто пользовался именно этим приемом чуть не получилось думаю он тоже смотрит сейчас за схваткой болеет но пока да с этим же счетом видимо у нас завершается первый период да счет 2-0 в пользу Андрея Бекренева да в начале сделал активное действие и ну пока чуть конечно подуспокоились у нас конечно эмоции да эмоции чуть-чуть утихли но я думаю что сейчас Ариан Тютрин и Мухаммад Икромов дадут огня да покажут жаркую встречу я думаю будет интересно посмотреть это будет очень мощно сейчас пока друзья на перерыве два борца показывают яркие моменты первого периода сейчас должно нового борца во втором периоде включиться и показать хорошую борьбу на таком именитом турнире не хотелось бы сойти с дистанции вот да поэтому оба будут бороться за победу и до конца на таком Стоит также напомнить о том что средства вырученные от продажи билетов также будут часть будет направлена в поддержку мобилизованных наших сограждан Потому что можно сразу и много добрых дел сделать, да, и прийти и поболеть за спортсменов, увидеть эти красивые складки, почувствовать атмосферу эту, да, она тоже дорогого стоит. Да, атмосфера здесь, друзья, но она зашкаливает. И также и призовой фонд всего турнира составляет очень большие деньги, 5,5 миллионов. Полный, красиво сейчас, Андрей. За ковер вытолкнул на 2 балла, без сомнения, 4,0 ведет. Еще напоминаем, что на турнире будет разыгрываться лучшему борцу, будет вручена серебряная борцовка. И сегодня вечером мы будем, в принципе, знать все финальные пары, вот, и сможем уже потихоньку задумываться и делать какие-то ставки, и кто может получить, и вот от сегодняшних тоже встреч многое зависит. Это именно вот лучший борец, это вот такие схватки, как Загирша, Хиев, вот, должны быть прям красочные. Так, 2 балла забирает Бекренев и накатывает. 6-0 уже. 6-0. Да, хорошую готовность демонстрирует, да, Андрей Бекренев. Ну, мы знаем, что он родом из среднеколунского улуса, для него это домашний, можно сказать, да, турнир. Молодец, очень хорошую готовность показывает, с разницей очень комфортно и пока ведет 6-0. И пока я вообще не дал ни одного шанса своему сопернику, не дал усомниться в своем превосходстве. Это легионер, выступающий за Беларусью. И Ариан Тютрин тоже за Беларусью, да? Тоже, да, за Беларусью, да. А можно, да, чтобы 2 спортсмена, 2-3 выступало в одной весовой, они же в одной весовой. Нет, это 61, да. А, это 61. Ну, их, в принципе, они могут, да, любое количество можно, да, заявлять. Это же не чемпионат мира Европы. Да. То есть я таки запутался немного, да? Да, да, я весовую категорию посмотрел 61. Я все встречу 57, тоже жду Ариана Тютрина из-за этого. И еще 2 балла. Да. 8-0. Молодец, а? Порадовал своей борьбой. Да. Андрей. И ждем мы Ариана Тютрина с Икромовым, Мухаммадом. Мы видели, как хорошо готов, да, Икромов в турнире. Икромов, да, очень хорошо готов. Одного из лидеров республики Саха-Якутия выиграл, уверенно, технически. Сейчас посмотрим, как Тютрина, что сделает, что за борьба будет. Вот они подготавливаются. Все, вызывают их на ковер. Очень сильная схватка будет. Да. Волнительно, если честно. Есть у меня небольшое волнение. Это будет интереснейшая сейчас схватка. Ариан Тютрин и Фомат Икромов. Икромов, легионер сборной Таджикистана. Он представитель дагестанской школы в вольной борьбе. Сильнейшая в мире, наверное, можно это так говорить, да? Одна из сильнейших счетов. Это точно, да. Северная Осетия, Ланя, Осетия тоже. Всегда на всех чемпионатах лидирует. Общие зачеты. Ариан Тютрин, Фомат Икромов, станции стоп. Смотрит. Так, хороший в начале темп взвинтили. Сразу видно, оба заряжены на победу. Попытался пройти в ножку в одну. Икромов, ну, все это увидел Ариан и хорошо ее отбросил. Вот видно, отключает. Прямо вот с первых моментов, вот, 30 секунд прошло, но видно прямо, вот, как заряжены на победу. Прямо вот. Ариан все-таки лучше чувствует себя, когда он выступает на тех турнирах, где нет провеса, да? Ну, то есть на чемпионате, там, Европе. Здесь 2 килограмма есть. И вот, да, в моей волне все-таки не безосновательное было. Два балла берет Икромов. Да, очень хорошая готовность показывает Мухаммад Икромов. Но первая минута только прошла. Хорошо. Наблюдаем, болеем. Пока пропустил, да, пока 2 балла. И еще раз сцепил. Ну, неплотный захват нас. А, скрестный захват взял, ну, распустил. Ох, хорошо, хорошо. Ой, взял промокашку. Ух ты. Ой, в промокашку взял. Ух ты. Ой, 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 ну, если бы не зона. Если бы не зона, это была бы чистая победа. 2 балла, 4 балла, да, правильно. 4 балла, да, 2 и 2, как наката, опасное положение. Хорошая схватка. Великолепная просто, конечно, атака сейчас. Да, Степан, ты был прав, что, ну, эта схватка опять заставит нас. Конечно, понервничаем. Ух ты, красиво проходят ноги. Вперед. Нет, пока еще нет. Нет, но посадил, сейчас есть на пятую точку. Взыва есть, да. И еще надо работать сейчас, отрабатывать, хорошо. Да, взял еще. И взял руку. Нет. Да, сорвался. Да, сорвался. 6-2. Видимо, да, свисток сейчас будет. 6-2. Все. Хорошая схватка, друзья, прям нокаут страсти. Очень мощная схватка. Тоже одна из центральных схваток утренней нашей программы. Не зря мы ее ждали, да? Да. Изначально еще сразу по сеткам пробежались и выделили. И вот смотри, как начинает тоже включаться и Кромов. Понимает, что уже счет достаточно опасный для него. Да, и причем включается в первом периоде. Что нас ждет во втором? Еще 30 секунд бороться. О, Ариан. Да. Ну, он неплохо, очень хорошо чувствует, да, сейчас. Да, очень хорошо проявил проходы в ноги. Да. Честно говоря, да. Молодец, конечно, да. Что называется, призеры чемпионата мира тоже. Не каждый день, что называется, да? Опять пяточку. Хорошо все обладил. Очень хорошо сейчас. Еще два балла берет. И время опять, на самом деле. Время. Да. Очень такое опасно, да. Очень опасное прям положение было. Прям Ариан Тютринг готов на все 100%. Что творит этот парень просто. По первой атаке, да, было видно, что Икромов тоже заряжен. Тоже за пяточку взял. Я говорю, вот здесь у него просто моменты, друзья, показывают повторные. И слетел захват. А здесь и промокашка, но опасно. Все, здесь это очень тяжело выйти с такого захвата. Да, в принципе, невозможно. Да, все. Если не отцепить руки, то... В принципе... Как хорошо в ноги пролетает вообще. Ариан Тютрин. И... Так, ну все, второй период. На ковре Пётр Костников, если я не ошибаюсь, объявили. Победу одержал. Да, он выиграл. Иранца выиграл. Молодого иранца. А, да? Да. Поздравляем. Так, давайте все-таки возвращаемся к нашему ковру. Ковру А. У нас небольшие технические проблемы, да? Хотелось бы, чтобы режиссер дал задание техникам подойти к комментаторскому... Комментаторской точке. Там мы видим... Да, атакуют. Вот, наладилось. Да, 8-2 все еще. 8-2. Запятку тоже взял. И кромал. Вот здесь, опять. Пытается он в рабочую зону вернуть, да? Да. Ну, два балла забирает. Да, 8-4. Две минуты еще бороться ребятам. Так что, я думаю, здесь еще мы ни одно красивое действие увидим. Мастера высокого тоже класса на ковре. Одно удовольствие, да, наплетать? Вообще просто. Хорошая очень схватка. Опять Ариан Тютрин. Проход в ноги делает. Грузит на 2 балла. Подгружает. Счет становится 10-4. В пользу Ариана Тютрина. Все атаки развивал Тютрин через проход в ноги. В одну, в две ноги. Да, секундант Икромова жалуется, что он в партере долго держит. Все. Продолжается борьба. Вроде такой момент, ждем атаки от Икромова, но здесь опережает Ариан Тютрин и делает атаку первым всегда. Здесь это тоже, как говорится, лучшая защита. Это нападение, да? Так, ноги прошел, но хорошо чувствует, да? Да, тянулся, вытянут ногу, хорошо защищается, голову оттягивает. Сейчас пока не заступил. Да, и за спину еще выходит. И на 2 балла выходит. Да, 12-4 уже разница. И Икромова, конечно, выражение лица уже такое красноречевое, да? Все. Михаил Пахомов, Павел Пеникин, Михаил Моговицын и представитель Крыма, да, я вот знаю тоже. Иван Белолюбский тоже. 12-4, Икромов подустал, он до сих пор вот только подошел к центру Ковра. Ариан Тютрин функционально готов на 100%, практически в таком темпе отборолись все. 5 минут, да, 5-20 уже отборолись, но он резко встает, идет в центру Ковра. И прям ждет своего соперника. Ну, будем держать кулаки. Да, такого соперника пройти. И с таким счетом два балла отдает. Я говорю, да. Да, расслабляться нельзя. 20 секунд. А вот представь себе сейчас, крестный захват, и все, ну, имеется в виду. Хорошо, кстати, Ариан защищается от этого захвата. Ну и время сейчас, конечно, 11 секунд остается, но схватка, тем не менее, она непростая, совсем непростая. Так, все, отключает голову. Ну, понимает Икромов, что, в принципе, такое количество баллов уже не отыграть за такое короткое время. Конечно, будет до последней секунды баллов. Он сейчас должен уже переключиться и стать болельщиком Арианы Тютерина, чтобы он вышел в финал. Да, чтобы продолжить борьбу. За медали. За утешительные схватки и так далее. Но это уже все впереди. Мы пока двигаемся дальше. Да. Ух ты. Очень много мы эмоций отдали сегодня. Уже схватит ли на весь день или два дня. Мне кажется, это только начало, Степан. Но я и говорю. Потому что сейчас все краше и краше будут схватки. Так, а у нас на ковреце пока нам настраивают небольшие технические моменты. Козырев, Сергей Козырев борется. И небольшую травму получил парень. Тоже очень расстроен. Ударил кулаком по ковру. Я понимаю его. Да, это красноярский борец Акулиничек, да? Да. Готовишься к соревнованиям, отдаешь всего себя. Такой турнир. И вот травма. Это очень, конечно, что-то серьезное вроде травма. Он даже встать не может. Да, вроде ему и холодом. Наверное, будут снимать. Так, нам надо будет выбрать ковер, какой мы будем смотреть. Да, не может встать на самом деле. Так, это схватка в веселковиде 57. Копылов Иванов и Петр Копылов. Два лидера сборной республики будут бороться за выход в следующий раунд. Алексей Копылов, мы помним, уступил и Кромову, да? Его брат-близнец Петр сейчас. Судьболаном Иванов борец. Голан тоже один из лидеров в этом весе у нас в сборной команде. Участник многих больших турниров. Достаточно опытный уже борец. В общем, тут загадывать не стоит. А на ковре Б что там происходит? Интересно тоже. Я пока разъехал. Да, на ковре Б тоже очень интересная сейчас схватка продолжается. Димчик Батамунхуев набирает ход и одерживает победу со счетом. Имеется в виду, сейчас он ведет схватку со счетом 4-0. Ортега, следующая схватка. И следующая схватка здесь будет с участием Ортеги Рейнери против Дмитрия Лорионова, Республика Саха и Якутия. Уверенно Ортега провел свою первую схватку. Уверенно выиграл. Да. С большим желанием посмотрим в одной восьмой финала вторую его встречу. Да, все, конечно, жалко у нас. Поверцы. Да, там стояла Белолюбским, по-моему, прекрасная схватка. Мы пока еще не можем видеть ничего. Радик Валиев уходит еще лидер 79 килограмм. Против кого? Белорусского спортсмена. А где у нас видео? Так, ну да, там на центральном ковре уже 4-4 в пользу Белолюбского. И держит он в опасном положении. И время еще много. Я думаю, что мы эту схватку посмотрим. Все-таки надо отдавать предпочтение тем схваткам, где иностранные. Да, международные схватки. Да, а когда два борца из Якутии, пусть один из них выиграет, то и заслужит наше внимание. Да. Я думаю, что так будет честно, да. Но здесь мы видим, да, какая горячая схватка проходит. 4-4. И еще минута, да, остается. И я так понимаю, сейчас в пользу уже Белолюбского, раз он последние действия, да, пройдет. Так, кровь сотрут сейчас лица. И вот его отец там вот весь, видишь, да, я указываю пальцем. Отец, да? Да, Айала Белолюбского. Иван, он у нас именитый спортсмен в национальном многоборье, многократный чемпион, семикратный, если точно. Да, видно, отец, как переживает, подсказывает, на телефон снимает. Да, конечно. Конечно, переживания, конечно, за своих детей. Жалко, что мы не увидели, конечно, последний вот бросок. Ух ты. Ну, Айал, что за одна из надежд в малых весах у нас. Да, выигрывает Айал. Ну, видно, что Кимчик пытается атаковать. Он работает. 30 секунд остается. Давай. Такое время уже почти. И, конечно, разбудил трибуну Айал Беллюбский. Да, трибуны просто. Все болеют. Ух ты. Просто зашкаливает. И как сейчас пытается. Прошел ногу. Прошел ногу будет грузить. Больше 10 секунд. Ай, на последних секунд. 10 секунд остается. 8, 7. Ну, надо свистеть. Да, 6 секунд остается. Белолюбский сейчас, я думаю, просто побежит в атаку. Да, жалко, конечно. Вот его отец, конечно. Эх ты совсем немного. Чуть-чуть, да. Но это спорт здесь. Кто-то выигрывает. Да. Кто-то выступает. Интереснейшая схватка сейчас, конечно, прошла. Это весовая категория 57 килограммов. И следующая схватка на этом ковре Рейнере Андрея Ортега. Двукратный чемпион мира среди спортсменов. Двукратный чемпион мира. Двукратный чемпион мира. Двукратный чемпион мира. Борьбы России. Тоже один из наших почетных гостей. Который работает здесь уже на протяжении трех дней. Ждем его репортажей тоже. Рейнере Ортега и Иларионов Дмитрий. И, конечно, для Дмитрия это будет очень хороший опыт борьбы с мастером высокого класса. Так, ну поехали. Свисток, борьба началась. Подгрузил. Ну пока, думаю, первые 30 килограммов будет разведка. Раз. Подгружает, подгружает. Уже второй раз так голову пытается отключить Иларионов. Так вот. Придерживает логоток. Пока вся, да, красному дают пассив. Ну, мы видим, что Иларионов все-таки действует чуть активней. Спасибо. Так, 30 секунд, да, у нас. Ак по нулям. Ортега опытный спортсмен. Ищет тоже, чтобы ошибся Иларионов и поймать его на каком-то действии. Но пока, да, пока у нас без баллов, без разменов. Дмитрий Иларионов пока держится, можно так, наверное, сказать, да. Когда есть очевидный фаворит в схватке. Да. Фаворит есть, но все-таки подготовку никто не отменял. Да, готовность надо смотреть. Ну, мы видели первую схватку у Андрея Артыги, да? Да, он уверен. Конечно, хорошо прям. Ну, хорошо, хорошо так Иларионов. Ну, конечно. Мы тоже под большим впечатлением тоже. Первый схваток, поэтому немного у нас эмоции, конечно, они тоже не безграничны, да. Может быть, быть мы, может быть, мы аргентинцы или бразильцы, может, их бы хватило, да, эмоции. Мы немного северные, нордические люди, и нам достаточно сложно в таком темпе держаться. Так, ну да, 3-0. Начинает набирать баллы Артега. Ну и первый период. У нас завершается со счетом 3-0 в пользу кубинского борца. После этой схватки мы сможем видеть, опять же, выступление Начина Мангуша на этом ковре. Максим Толмачев первую схватку против Гуштына сразу же проведет. А на ковре Ц тоже очень хорошая схватка. У нас лидер этой весовой. Ахмед Усманов сейчас, да, будет выходить. Победитель Кубка Мира в Белграде. Также является победителем Лиги Поддубного. Вот он. Да, против нашего молодого борца Андриана Ленского. Схватка там проходит, но у нас... Да, мы досмотрим Артегу и Лорионова. О, такой молниеносный проход от Артеги. Да. Защищается. Но защищается хорошо. Да, держит. Подходит тоже. Нет желания ему отдавать бал. Да, хорошо прошел в ножке, но все-таки хорошо и защищается. Счет 2 минуты с лишним бороться, ребята. Да, 2-0 Артеги набрал в первом периоде, пока минуту отборолись второго периода. Счет остается прежним. Да, в центре ковра два борца. И Лорионову надо включаться в борьбу, надо все-таки найти у кубинца какую-то брешь в обороне и все-таки провести какое-то действие или поймать на контратаке. Выгоднее себя, конечно, чувствует Артега. Он ведет в счете, может себе позволить уйти чуть-чуть в пассив и ловить Лорионова на каких-то ошибках, на каких-то контратаках. А вот Лорионову надо все-таки разгонять. Желание такого спортсмена, такого класса выиграть этого многого стоит. Это будет такой прям камбэк. Порадует республику. Да, конечно. И всю Россию. Правда, согласится ли с этим Артега, да? Да, это уже другой вопрос. Ну, минута, минута. Так, ну, все-таки, видите, судьи дали activity time Артеге. Реально, Илларионов поджимал его весь второй период. Да, и сейчас он может заработать один балл. Да, и это уже... И уже два балла могут решить исход встречи, да? Да. Остается у нас 40 секунд. Просто выйдет за спину, да? Да. Такой тренер, да? Надо попробовать. Но 30 секунд еще времени достаточно для одной атаки. Вполне подготовленный, да? Да, надо подготовить, но надо начинать уже потихонечку. Пытается вытолкнуть. Чуть-чуть не получилось, да? Да. Мог, мог вытолкнуть. Близко прям к зоне так подвел. Мог и вытолкнуть его. Пытается. Ну, давай пять секунд. Вот чуть-чуть затянул, протянул. И не получается, да. Не время, да. Свисток, да. И Артега одерживает вторую свою победу на турнире. Коркина Дмитрия Петровича. И идет дальше по сетке. 3-1 счет. Да, потихонечку, потихонечку продвигается он. Посмотрим за начином следующей схваткой. Здесь же он выйдет сейчас на ковер. Начин Монгуш против Николая Жилькова. Да. А потом Максим Толмачев наш тоже борец против Александра Гуштына. Да. Никита Сучков против монгольского борца. Денис Хроменков против Андрея Аронова, тоже республика Саха. В общем, и потом на айфонах еще выйдет. Ну, в общем, мы загадывать, опять же, не будем. Да, у нас... Потому что, да, Рейнери Сосаласа мы еще в деле не видели. Хотя он скоро должен, я так понимаю, тоже выйти, да. Но через пару схваток он выйдет. Я думаю, что мы его за ним тоже должны будет посмотреть. За призером олимпийских игр. А вдруг он проиграет Остапу по сенку. А мы его и не видели, да. Да, первая у Сослана Хинчагова будет первая встреча. Тяжи вот на ковре С. Сейчас у нас Ахмед Усманов со счетом пока 5-0 выиграл. Раил Касумов выйдет против Саина Козырыка. Арбак Са. Против, смотри, вот это тоже будет интересная встреча. Да, вот иранец хороший, да, в 70 килограмм, который, в принципе, выиграл Загира Шахиева. Да, выходит он на Арбак Са. Так, ну что. И на Айфунова мы еще не смотрели. На Айфунова, да. И Черткоева мы еще не смотрели. Да, здесь сейчас Ахмед Усманов. Следующий будет Хинчагов. И Азамат Закуев свою вторую схватку с Сиранцем проведет. Ну, просто глаза разбегаются, что нам делать, я не очень понимаю. Да, ну, да. Усман Шахгириев. Свисток и начало схватки. Двукратный серебряный призер чемпионатов России, напомним. Да. Один из лидеров России. Серебряный призер чемпионата Европы. Да, да. В финале уступил он только одному спортсмену, это Сулейману Атли из Турции. Сразу один балл взял. Да. Начин. Начинает в своей манере борьбы, атакующий стиль, всегда в атаке. Даже если выигрывает с большим счетом, всегда пытается, ну, зрителям, публике, всем болельщикам показать красочную борьбу, всегда идет в атаку. Жаль, конечно, что давно уже не выступает Начин Кулар, да, который тоже очень красивую борьбу запоказывал, да. Так, Начин Кулар, кстати, есть. Вроде он хочет перейти за сборную Казахстана. Да, ну, если так, то посмотрим, да. Хотелось бы все-таки его борьбу. Я видел я с парнями из Казахстана, со сборной, и они мне сказали, что Начин Кулар. Кулар. Степан, ты только что вот инсайдерская информация разгласил на весь мир. Я просто не знаю тоже, я только впервые слышал. А вот они мне сказали, надо поделиться с нашим зрителем, да. Да, конечно, да. Я думаю, им тоже будет интересно. Порадуем, да, болельщиков. Да, Начин Кулар может перейти и бороться за сборную Казахстана. Ну, будет очень интересно тоже посмотреть за его выступлениями. Очень яркий борец. Один из самых бросковых борцов, наверное, да? Мира. Ох ты! Ох, четыре балла со стойки. Ну, все броски. И сразу в центр. Да. Начин не хочет затягивать. Да, первый период. Герман Контоев, Герман Степанович Контоев, чемпион мира. Опять раз резко. И накат. Ну, после свистка. Да. 8-0. Да. Пытался сделать бросок, не получился бросок. Зашел за спину и резко накатил еще на два балла, но уже после свистка. Так бы счет уже был 10-0. Ну, думаю, что... Уверена Жиркова выигрывает. С этим тоже не... Ох, как развернул. Просто. 10-0. Начин Монгуш уверенно выигрывает. И Ахмед Усманов у нас на ковре С тоже выиграет со счетом 11-0. Так, мы... Где мы остановились? Так, Монгуш. Сейчас Максим Толмачев есть. Давайте тяжей наших уважим. Максим Толмачев, 97 килограммов, красный угол. И его соперник Александр Гуштын, Беларусь. Да, хорошая встреча. Призер чемпионатов Европы. Александр Гуштын, он, по-моему, трехкратный, если не ошибаюсь. Призер, финалист чемпионата Европы. И призер мира же, да? Да. Да, призер мира. Так что, именитый спортсмен против воспитанника Якутской школы вольной борьбы. Выпускника училища Олимпийского резерва им. Романа Михайловича Дмитриева. Сейчас он тренируется в Красноярском крае. Проходит учебу Академии спортивной борьбы им. Георгия Дмитриевича Миндиашвили. Ну, вот он перед нами. И его соперник, именитый соперник Александр Гуштын, один из первых номеров сборной команды Беларуси. Интересно будет посмотреть готовность. 97 килограмм здесь лидером является капитан нашей сборной. Вот, двукратный олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев. В принципе, они сейчас на Лиге Поддубного. У них была схватка вечера. Самая заключительная схватка. Они с Гуштыном провели эту схватку. И Абдул-Рашид Садулаев, в принципе, уверенно выиграл. Начинается 30 секунд. Пока по нулям. Тяжелый вес. В любом случае будет разведка. Много будет вязки, толкотни. Вот. Да, ну центр занял Толмачев. Да. Согласен. Гуштыну дает замечание. Шоуп активнее начал действовать. Отключает ручку. Также стоит в центре ковра. Показывает, действует. Да, и показывает и проход в ноги. Теперь уже Максиму Толмачеву, да, показывает активность. Пальцы, пальцы, вот самая такая у них проблема, бывает, что за пальцы в борьбе цепляются. Судья сразу делает замечание. Видимо, мы досмотрим вот этот круг, да, и будет перерыв. Потому что уже 15-27 сейчас время. Ну и, я так понимаю, в вечерней части мы увидим следующее, или как это будет происходить. Ну, посмотрим, да, как это будет. Да, посмотрим по схваткам. Потому что сейчас во многих весах только одна восьмая, к примеру, да, вот, завершилась. В некоторых в одной четвертой, да? Да, одна восьмая, одна четвертая идет. Да. Сейчас вот, ну, скоро начнется одна четвертая. Заводят полуфеналы, да? Да, скоро Радик Валиев и Андрей Карпач. Ну, видимо, да, мы полностью досмотрим, видимо, вот этот круг. Да, одну четвертую, и будет перерыв. По времени бывает такое, что все равно задержка, ну, какие-то технические моменты, и прям вовремя по регламенту, ну, бывает, что не укладываются схватки. Вот, где-то какие-то травмы спортсмены получили, и из-за этого... Задержки, да? Да, задержки. Вот, хорошая схватка тоже на Славик-Нане. Ну, мы уже в прямом эфире пять часов вещаем с тобой, Степан. Оказывается, они быстро пролетели сейчас. Очень быстро, да. Такие схватки, вот, как Ариан, Тютрин, да, Игромов, Загир, Шахиев, они только подогревают, и прям... Да, действительно, дарит эмоции, что, конечно, время летит просто незаметно. Так, первый период у нас. Степан, ты сказал как раз, что мы пять часов, и нам тут небольшой перекусик принесли, да? Я думаю, мы справимся пока, да? О твоих мыслях уже знают. Да, здесь мы видим известных спортивных журналистов. Джулстан, Захаров, Николай Бестинов, которого ты хорошо тоже знаешь, да? Да, с Николаем, да, я познакомился. Тоже наблюдают за схватками. Так, как же из этого главное событие вот осени, этой осени. Я вот действительно сижу и удивляюсь, как удалось в таких непростых условиях провести такой турнир, да? Организовать, провести такой шикарный турнир. Столько подготовки и сколько задействовано спортсменов, мировых лидеров. Дорогого стоит. Ух ты, проход в ноги. Прошел в ноги. Максим Тумачок. Надо брать, надо брать свое. Максим, не упускать ни в коем случае. Хотя бы балл, хотя бы балл. Надо пускать. Проход вон, ах, отпустил. Но хотел он действие сделать, да. Хотел во вторую резко перейти. И его соперник уже в ноги проходит. Да, сразу, да. Делает контратаку, проходит в ножку. Да, Максим. И пытается погрузить. Ей два балла. Да, два балла отдает. 3-0. Шансы были. Шансы были. Лучева очень хороший. Прям хорошо так отключил, поднял ножку. Ну, это, конечно, опять же, скажем, опыт против одного из лидеров мировой, скажем, да. Борьбы в этом весь. Можно так сказать. Я думаю, что если призер и чемпионата Европы и мира, то, конечно, он в десятке сильнейших борцов планеты в этой весовой категории. Александр Густын. Ну, и хорошо, на самом деле, Толмачев борется, дает хорошую борьбу. Счет вообще минимальный. И получается же проходить и в ножку прошел, и поднял. Чуть-чуть не доработал, а так борется на уровне. Да, тем более, что для этого веса он совсем еще молодой борец. Да, и видно физически, и побольше. Да, пока, пока, да. Вот смотри, как защищается. Это вообще какая защита. Ну, да, здесь ошибочка, конечно. Здесь надо высел за спину. 4-2 на уши. Да, 4 там, что ли, балет. Валет. Ну, слишком много. Ну, со стойки в опасное положение. А, ну, не знаю, что... Может быть. Да, кинули челлендж, тоже, в принципе, судьи недовольны оценкой. Но сейчас... Нет, Максим не стал, по-моему, да. Не стал. Не поддержал он просто решение. Да, ну, наверное, он почувствовал сам, что отрыв будет еще больше, 8-1. И решил побороться. Это время. В общем, это тоже, скажем, с положительной стороны только, да, характеризует Молдову именно спортсмена, который именно в борьбе ищет победу. Иногда, конечно, челлендж он необходим. Да, иногда необходим. И судьи тоже люди, они тоже иногда ошибаются, конечно. Да, и с тактической точки зрения тоже можно, где-то тренер может увидеть, что... Время, да. Да, время где-то... Весь балл взял. Может, какую-то секундочку передорвнул, чтобы восстановить дыхание, еще что-то. Еще балл взял, видишь, если бы не четыре, конечно, можно было бы бороться. Вроде да, друзья, и отрыв большой, и все, но Толмачев не сдается. Да, он хороший балл был погадал. Да, борется до конца, даже с таким, как бы, счетом проигрывает, но действует до конца. Тяжелый вес, конечно, это тоже отдельная подготовка. Ну, надеемся, в Красноярске, там, где умеют готовить, в принципе, тяжей-то, да? Должен он набираться, Максим Толмачев. Много именитых футболцев. Он все понимает. Белановский, там у них уже главный тренер же, да, сборной команды. Сейчас, правда, не знаю, если честно, но был он точно, и... А последних секунд влетел в ногу. Ну, чем радует, доборолся до последней секунды, вот, не оставил, в общем, схватку, ну, не стал пассивничать, еще что-то, прям до конца боролся, молодец. Сейчас еще один представитель Красноярска выйдет, Никита Сычков, против монгольского борца Намдардова-Батмунха. Да, можно, в принципе, посмотреть и эту схватку, да? Очень яркая схватка и очень яркий борец Никита Сычков, вот. Его схватки тоже все зрелищные, и эта схватка еще будет и международная, поэтому, я думаю, надо остаться на этом ковре и посмотреть. Да, ну, все-таки я предлагаю краем глаза следить за ковром А, где должен выйти наш высокий гость Ренери Салас Перес. Да. Двукратный призер чемпионатов мира, призер Олимпийских игр в Токио, выйдет он против Остапа Пасенка, это, я думаю, что это будет тоже очень интересно. Ну, и дань уважения мы должны отдать нашим гостям, которые приехали из такого далека, да? Да, в любом случае, международные схватки, это у нас в приоритете, смотреть международные схватки. Так, сейчас у нас встреча. Да, Никита Сычков выходит. Да, Никита Сычков. Его соперник Намдардова-Батмунх из Монголии. Ну, оценим готовность Никиты тоже. Он тоже у нас и был и чемпионом турнира Коркина, да? Каждый год приезжает, и призер был, и, в общем, я даже думаю, что несколько раз... Сразу делает активное действие, проходит ножки и выносит своего соперника за ковер, получает 2 балла. Да, только что нам передали, что перерыв будет очень короткий, ввиду того, что много еще схваток до полуфиналов. Минут на 15 только будет перерыв, мы как раз вот перекусим и немного отведем дух, да? Поэтому, друзья, далеко не отходите, перерыв будет вообще прям минимальный. Да, заварите себе чайок, немножко приготовьте себе покушать, да? Да, 15 минут будет, поэтому перерыва не будет во сном, как там, по 45, по часу, такого времени. Вот я сейчас начинаю завидовать стримерам, которые дома сидят, да, с чайком. Да, дома можно попросить жену, чтобы она тебе приготовила вкусный там обед, и все это принесла, и сидишь, камеру отключил, покушал, и все, довольный. На самом деле турнир очень красочный, очень зрелищные схватки, даже и особого такого-то аппетита нет. Эмоции тоже, да, эмоции зашкаливают, да, и энергией подпитывают, энергии. Да, Никита уже 8-0 ведет тем временем, но мы знаем его прекрасно, и на чемпионатах России он всегда хорошо борется. Характер у него такой настоящий борцовский, семья борцовского, и борцовская, и брат же младший тоже борется. Так что, такой настоящий сибирский борец с хорошей школой. Если мне не изменяет даже память, вот брат Никиты Сучкова на чемпионате России второе место занял он, где, кстати, Станислав Свинобой стал. Да, первенство, да. Да, первенство России. Среди молодежи, да. Да, второе место с дагестанским борцом, где в финале были. Вот такие борцовские, конечно, традиции, да, всегда такое уважение вызывают, когда и отец, и сын, и младший, да, и вся семья, в общем, когда занимается, и борьбой дорогого стоит, конечно. И Степан, как мы знаем, тоже сына своего отдал борьбу, да. Начинает закалять себе вот этот характер. 30-20 секунд остается до конца первого периода. Здесь у нас уверенно с большим счетом уже лидирует Никита Сучков. 8-0. Вот. Международная схватка выигрывает монгольского спортсмена. После этой схватки также Денис Хроменков, белорус, да, тоже известный борец тяжелого веса. И наш Андрей Аронов выйдут. Андрей Аронов тоже и чемпион республики, и так далее. Да, 125 килограмм. Хороший парень. Всегда на позитиве. У него, кстати, тоже и брат младший занимается. Он борьбой. Ну, посмотрим, поговорим еще и про наших тяжелей. Я сейчас тоже коверце пролистал. Нам вот эту схватку просто нельзя пропустить. Да, Закуева. Да, Закуева. А, это брат Закуева, Азамат. Азамат. Да, это 92 килограмма. 92. Интересные схватки, да. Ну, и здесь и Рейнерис будет, Савас. Да. Так у нас на ковре, а сейчас... Владислава Лео можно посмотреть против Сафронова. Сафронова, да. Ну, Киргун Сергин будет наш, капитан нашей сборной. Пусть монгольского паркса тоже. И Сраил Косумов, Козырык. Тоже интересная пара. Хорошая, да, схватка. Арбаксат против Али Аббаса из Ирана. И вот... Койка из Беларуси. Койка, да, против Кудиева. Кудеева. 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 Первую встречу хорошо, уверенно он выиграл. Да. Очень много интересных схваток у нас ожидается. Да, Никита Сучков. Мы видим повтор первого периода. Досрочная победа, да, Никита. Поздравляем сборную Красноярского края. Теперь тяжелый за Хроменков. Денис. И Андрей Аронов. Республика Саха-Якутия. Не спешит пока Андрей. Да, его даже пока не видно. Ой, где-то... Вот он идет. Спокойненько так, потихонечку. Уроженец Мирного. Он город Мирный. Алмазный край. Где он добывает алмазы у нас. Может быть, тоже можно назвать одного алмазом Андрея Аронова. Надо огранить его в бриллиант. Так, свисток и схватка началась. Аронов. Вот, кстати, его младший брат тоже выиграл и в зону дальневосточную тоже. И вот недавно тоже на всероссийском турнире выступал. По-моему, и медаль тоже брал. В общем, тоже перспективный борец. Высокий. Тоже такого. Вырастет богатыря. Ну и старший брат, 125 килограмм. Один из лидеров нашей команды тоже в этом весе. Вес тяжелый. С хроменковым, да. Пока вяжутся. Давайте мы тоже посмотрим сетку в этом весе. 125. Так, сейчас я ее найду. Иногда мы все-таки незаслуженно забываем наших тяжеловесов. Но здесь у нас... Джоев, Эрик, да. И Переса развели. И Саласа Переса. Да, Салас Переса. Всего участников у нас сколько? Раз, два, три, четыре, три, четыре, семь, восемь. Четырнадцать участников. Да. Очень даже представительно. 125, да? 125, да. Даже в 97 у нас всего 7 участников. Там это единственный, кстати, вес. Салас Переса. Который будет бороться по круговой системе. Да, вот. Остап Посенок, Иранец, Побибе Хасани. Тоже надо будет интересно посмотреть. Вот Хроменков, собственно, да. Хинчагов. Калашников мы видели, да? Да. Ну, Картиев. Ну, посмотрим, как там пойдут дела. Хроменков первый балл заработал. И ведет пока 1-0. А Хроменков и Аронов по чьей сетке идут? Они идут по сетке, кстати, Саласа Переса. Да, Саласа Переса. Проход в ноги от Хроменкова. Снова. В опасное положение ставит соперника пока, да. Да, берет 2 балла. 3-0. Так продолжается борьба. Иван Янковский, да, сейчас главный тренер сборной Беларуси, секундирует своему подопечному. Помним мы его выступление на чемпионатах Европы и мире. Очень интересный борец был такой с борцовским, настоящим интеллектом. И понятно, что его выбрали в качестве главного тренера. Я думаю, что очень известное, хорошее решение федерации. Да, конечно, Беларусь такой опытный, многоопытный, молодой специалист. И, в принципе, Беларусь хорошую команду привезла, да. Не хватает здесь одного спортсмена. Это Кадим Магомеда, Магомед Хабиба. Кстати, они же и на последних чемпионатах Европы, и мире хорошо выступали. И медали брали все. Ну, несколько, да. Так что... 3-0 пока Хроменков у нас выигрывает. Все будет. Андрею, надо сейчас во втором периоде потихоньку включаться, как говорим, да? Да, надо включиться в борьбу, что-то сделать. Так, пожали руки. Немножко, как бы, время закончилось. Аронов чуть-чуть поддавил на соперника, толкнул его. И недовольство выразил белорусский спортсмен. Сказал, что это такое. Нельзя так делать. И извинился сразу же Терону. Сказал, все, извини. Степан Петрович Сивцев секундирует своему потопечному в синем углу. Недоволен он, видно, да? Да. Вот сказал он такие слова. Неудовольствие. Ну, конечно, проигрывает 3-0 сейчас. Но, тем не менее, будем ждать от него более активных действий уже во второй трехминутке. Так, ну, сейчас, наверное, тренер провел, дал советы, провел какую-то техническую часть. Наставил, наставление сделал своему спортсмену. И сейчас, я думаю, Ронов тоже должен включиться в борьбу. Потому что, видно, и физически не уступает. В принципе, да. Опыта, опыта. Ох, красиво, да, сейчас, как проходит-то в ноги. Хроменков, вроде так, посмотришь на него, да, такой, вроде неуклюжий, но как кошка он сейчас просто. Поднять 125 килограммов на второй этаж тоже многого стоит. Ну, ты видел, да, как он красиво-то сейчас этот прием-то сделал, сумел. Молодец. Хроменков. 5-0, Денис. Ну, набираться надо опыта именно в таких встречах с такими. Да, с лидерами набарываться. И снова еще один балл. Да, Андрей немного уявлен, конечно. Активность часового соперника может быть, да, 6-0. Такой натиск. 6-0, но Хроменков и продолжает, продолжает набирать баллы. Андрей, надо все-таки попытаться взять несколько баллов, прочувствовать ковер и прочувствовать свои силы, да, что есть возможность и выиграть у лидеров. Да, надо попробовать самому сделать сейчас какое-то действие, попробовать какой-нибудь, я думаю, в любом случае у него есть какой-нибудь коронный, заготовка какая-то. Сказать, конечно, легче, но... Да, сделать тяжелее, тем более на таком имени, ну, спортсмене. 5-5 килограммов. Так, еще раз, да, прокурнул под себя прям. И как он, да? Да, просто взял, хоп, техникой перешел и посадил на 2 балла, и счет становится уже 8. 8-0, ничего себе. 8-0. Ну вот, мировые лидеры, да? Да. Хроменков, я вот, думаю, что... А на ковре у нас олимпийский призер Савас Перес. Да, на ковре А. Да. Мы потом перейдем, это тоже тяжелая весовая категория, я надеюсь, что за минуту он не справится. Да, на самом деле можно перевестись, счет уже очень большой. Да, 8-0. Да, если есть возможность, мы можем перейти на ковер. Да. А, да, вот мы Остап Пасенок и Ренери Салас Перес. Хорошая встреча. Так сказать, да? Да. Пасенок прям такой... Так, выталкивает его за ковер. Да. Пасенок, конечно, тоже известный борец. 1-1 счет, как мы видим, да? Счет-то немаленький уже, оказывается. В первом периоде по баллу успели заработать наши борцы. Так, а после Аронова у нас, да, у нас будет Артурный Фонов. Да, с Гауромом Малатова. Так, 1-0. А, 1-1, 1-1, да, у нас. 20 секунд остается до конца первого периода. 125 килограмм. Все, они довяжутся и уже с равным счетом уйдут на перерыв со счетом 1-1. Но Сава Спирис по последнему действию выигрывает. Тренер команды, да? Да. Интересно, такой тоже уже пожилой человек. Видит наверняка Советскую школу вольной борьбы, да, наверное, прошел. Да, опыт, багаж знаний у него очень большой. И очень, так, видимо, очень много, да, такой советов тоже, да. Интересно, что он ему сказал, да. Посмотрим, как сейчас пойдет борьба. РС Босинок. Босинок у нас тоже очень частый гусь, скажем так. На корнях Коркин всегда наступает и медалью он набрал. Так, ну, вязкая борьба. Сибирский богатырь, да. Центр заняли и все, никто никому уступать не собирается. Продергивает Пасинок. Немножко в глаз попал, но сразу же извинился. Как бы продергивал вниз, зацепил. Вяжем за центр. По последнему действию Салас Перис выигрывает. Да, сейчас Стаб должен тогда, да? Стаб должен, да, какой-то что-то искать, что-то надо кубинскому борцу навязывать. Счет маленький, просто пока в центре. Привет! Опять, опять попал в глаз. Видно, что не специально это делает, просто в борьбе так получается. Изменился еще раз состав и продолжает схватку. Да, две минуты, Остап взял балл, 2-1 уже выигрывает. Остап продергивает. Да, Шлунгут активнее действует на самом деле, хоть два раза и попал, но видно, что активнее действует прям. Остается 40 секунд до конца схватки и международная схватка. Остап очень хорошо держится против призера Олимпийских игр. Пытается, пытается, нет, видит, все видит. Савас Перес ничего не дает, а вот кто-то кого-то, да, балл еще Остапу. Кидает челлендж. Недоволен тренер. Так, здесь у нас сейчас будет челлендж. Так, а челлендж может немножко по времени у нас затянуться. А на ковре Б у нас борется призер Олимпийских игр Артур Найфонов. Лидер весовой категории, с уверенностью могу сказать, лидер 86 килограмм. Вот. Его всегда соперником являлся Даурен Куруглиев, но он перешел в новую весовую категорию 92 килограмма, где, кстати, на Лиге Подубном 2 уверенно выиграл. Тоже с большим отрывом технически всех выигрывал. В общем, в новой весовой категории очень хорошо выступил. Пока челлендж идет. И первый период у Артура Найфонова закончился. Все опять и в центр ковра. Ух ты! Постараюсь пока сдалека прокомментировать вам. Ну вот посмотри, да, Степан, тоже с высоты своих лет, скажем. Но интересно там, в общем-то, ситуация. Да, завязка была интересная. Ну, надо сейчас, чтобы все детально разобрали и судьи решили, кому балл. Кто первый заступил, оба были в стойке, и надо просто определиться, чей заступ был первый. А время сколько сейчас остается? Остается. А там у них около минуты. Около минуты только, да? А, 35 секунд. 30 секунд, да, 25 секунд. Видите, это очень много может решить сейчас. Очень много, да. Ставь волнуется. Да. Артур Найфонов набирает баллы. На центральном, да? Да, вот. Балл. Пасинок 3-1. Я вот помню, говорил, сейчас Остапа выиграет и до свидания. Да, да, да. Так, ну все, здесь, конечно, уже как включился кубинец, в принципе, это надо было раньше. Да, сначала это делать, но... 13 секунд. 4-1. Ох ты, красавец какой. Ой-ой-ой, два балла. Это чистые два балла. Да, 4-3. 7 секунд. Да, и 7 секунд остается. Ох ты! И еще берет, вот он летит. На последних секундах берет 2, 2,2 балла и выигрывает победу. Надо было, вроде вот, остается 20 секунд удержать победу. И что делать? Ну, там 7 секунд осталось. Да, что делает Перес? Он раз летит в ноги, и два летит в ноги, забирает 2,2 балла. Да, Олимпийский призер, вот это да, вот это классно. Да, вот что значит бороться до конца, даже в таком тяжелом весе, где устаешь намного быстрее, и все равно, смотрите, что сотворил. Гринери Салас, Перес. Вот это перец, да? Вот это перец. Вот это да. Схватка тоже. Первый период вот тоже, да? Казалось, что немного вкусно. Вяжется, вяжется, а потом в конце как начал проходить. И пошло поедем. Да, ковер Б, Малик Шаваев. А не надо злить, да? Да. Ковер Б? Да, на ковре Б мы сейчас... Малик Шаваев выходит. Малик Шаваев против Бадзула Дамджина из Монголии, да? Да, международная схватка. Настаиваешь на этой схватке, да? А что у нас на ковре С происходит? У нас Иран и Крым 90-го. Ну, я думаю, будет интересно посмотреть Б, ковер Малик Шаваев, Балин все-таки чемпион России в весе 79 килограмм. Вот, он перешел в новую весовую категорию. В олимпийский вес 86 килограмм. И уже хорошо выступил в этой весовой категории. Вот, на Спартаке Аде. А мы рискуем просто так же пропустить вторую схватку Евгения Жербаева. Но там, конечно, соперник тоже не самого... Ну, посмотрим что-то. Кстати, одного из... Ох ты! Да, проходит ножки и раскатывает. 6? Да, 6-0 уже. Быстро. Ну, видишь, да? Да. Можно и то, и другое тогда посмотреть, да? Малик Шаваев очень хорошо выступил в новой весовой категории. Выиграл лидера Даурена Круглиева. Первый раз... А счет какой был в России? Я точно счет... У Даурена даже бал взять, по-моему, это сложно, да? Да, даже с Артуром Найфоновым они так борются, да? Там бал в бал. Ну, он хорошо выиграл. Ну, не скажу, что хорошо какой-то счет был, но выиграл. Это самое главное. Хорошо. Вот. И с Артуром Найфоновым они встретились в финале, и там счет был 2-0 по пассивам. Да. Поэтому Малик Шаваев, я думаю, тоже сейчас будет готовиться на Артура Найфонова. Да, 86 тоже. 86, да, тоже хорошо. И подарки, да? Да. Так, 6-0 выигрывает. Да, плотно, хорошо проходит ножку, встает с ножкой, подгружает. 2. 8-0. 8-0 у нас. Ну, и сейчас, если выиграет, мы на коверце перейдем, да, посмотрим на... Да, здесь Евгений Жирбаев. ...нашего Евгения Жирбаева, нашего. Да. Уже он наш, в принципе. Да, схватки везде яркие, мы, конечно, извиняемся, первую встречу мы не посмотрели, да. Ну, он уверенно выиграл 11-0. Очень быстро выиграл, в принципе. Сейчас надеемся, что Малик Шаваев доведет до технического, до технической победы. Что-то остается, попросим, Малик, давай, да? Да. Да. Действий. Так, Евгений. Да, Евгений против спортсмена из Иркутска Константина Топшиноева. Вышел, ну, наверняка хорошо знает. Ух ты, Малик Шаваев, ну, 1 балл. Да, 1 балл выталкивается, ковер. Да. 9-0. Ну, видимо, да, вес как раз его получил. Все, 11-0. Можем переходить на ковер С. Посмотрим на Евгения Жирбаева. Поздравляем Шаваева. И тем временем переходим на ковер С. Где Топшиноева Ежирбаева. Да, как мы соскучились по встречам Евгения Жирбаева. Каждый чемпионат, каждый стрим. Реально прям где Евгений Жирбаев? Но он восстанавливался после травмы. Да, у него была тяжелая травма. Да, операция была, да. И он вот восстановился и уже хорошо начал заявлять о себе. Выиграл турнир Крылова. Причем в финале встретился с лидером Исраилом Касумовым. Выиграл его технически. И вторую встречу уже проводит на турнире Дмитрия Петровича Коркина уверенной. Два балла зарабатывает борец. Красно. Да. Ух ты. Какая-то интересная завязка. И накат уходит. Отключает ручку, пытается накатить. Да, получается накат. 4, 5, 0. 5, 0 уже. Так, рука на излом. Судья смотрит внимательно, чтобы она... Травму. Ну да, надо. Что такое? Выговаривает, да? Да, очень большой, недовольный. Арбитрхон. 5, 0. 5, 0. 5, 0. Уверенно Евгений Жирбаев выигрывает. Если бы, конечно, судья бы в стойку не поднял, то... Ещё был бы уже совершенно другое. Потому что в опасном положении удерживал. В принципе, рука уже прямая была. 12 секунд первого периода. Осталось добороться. Всё, уходит на перерыв. Ну, потом мы ещё посмотрим, кто. На ковре А тоже два наших борца будут бороться с Валеевым, Сафрон, Сафронов. Ну и Нюргунт Сергин с монгольским борцом тоже можно посмотреть. Потом Исраил Касумов с Саином Козыриком и Арбакса против Алиабаса из Ирана. Через одну схватку на ковёр Ц выйдет олимпийский чемпион Заурбек Седаков. А, точно, ещё Седаков. Сейчас вот Жирбаев, потом... Потом, да, Тюлюш против Шагиреева. Тюлюш и Шагиреева можно посмотреть. Тоже неплохо, да. И потом Заурбек Седаков. С Боровицким, да. Да, Боровицкий хорошо две встречи выиграл. Вот. И сейчас по сетке вышел на лидера этой весовой категории Заурбека Седакова. Да. Так, пока мы здесь. Да, пока мы здесь. Да, Евгения Жирбаева. Согласен. Так, на ковре Б тем временем Шамиль Мамедов будет бороться. Первый схват против Георгия Крючкина. Так, что ещё там? Свинобоев. Второй схват проведёт против Белоруса Акулича. Да. Владимир Горов против Иранса будет. Вот это тоже будет. А, Влада, Владимир, да. Ариан Тютрин. Джимчик потом откроет. Да, вообще, что за встречи на ждут, друзья. Начин Мангуш против Жаргала. Да, вот это, да. Жаргал Дамдинов тоже придёт чемпионата России. Да. Лидер сборной Бурятии. Ну, кстати, поначалу хорошо... А, Дамдинов. В 61 ещё Дамдинов хорошую схватку Абаз Гаджи дал. Ну, поначалу потом Абаз Гаджи, конечно, перестроил борьбу и отыгрался. Да. Интересно. Так, а счёт у нас такой же. Уже полторы минуты на ковреце. Ах, 4 балла. Есть же 4, да. Есть 4 балла. И это 9-0. Только вот, хотел сказать, полторы минуты просто. Там, ну, нету активных действий. Как вот первый период закончился 4-0. Смотри ещё. И всё, 11-0. Техническая победа Евгения Жербаева. Поздравляем. Виктор Рассадин у него секундировал в углу. Радуется за него. Но друг хороший тоже. Друг же. Они давно дружат. И на ковре, конечно, встречались не без этого. Но, чем тебе не обеешь. Опять же, то же самое борцовское браку здесь. Да, на ковре спортсмены. Да, за ковром все друзья, все друг друга уважают. Да, набирает форму Евгений. Ждём турнир Ерыгина. Ну, и другие, думаю, соревнования тоже будут интересны. Ух ты. Ну, да, два балла. Так. Сейчас у нас схватка в 65 килограмм. В олимпийском весе одна четвёртая финала. Тувинец. Эзир Тюлёш и Усман Шагириев. Красноярец. Республика Тыва и Красноярский край. После этой встречи выходит олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Заурбек Седаков. В общем, если я правильно понял организаторов, судей, да, у нас вообще не будет. Перевыва, да. То есть мы продолжаем и мы видим, что здесь одна четвёртая, да? Во всех весах пройдут, успеют они, да, по-моему, или ещё будет дополнительно. Нет, я думаю, нет, уже всё. Да? Ну и, в общем, остаётся нам продержаться там схваток 7, да, в общей сложности. А может быть, и будет ещё список, потому что здесь, я думаю, не все весовые категории. Ну, я и говорю, да, что, да. Тут 10 весов, так что. А хотя, по-моему, мы все, по-моему, все, все, по-моему. Так, Шагириев, Тюлюш. Минута прошла, пока по нулям. Так, судья призывает быть поактивнее. Всё-таки одна четвёртая финала, и любая ошибка дорогого стоит. Поэтому никто из борцов... Ох, видите, ошибся, и сразу же был наказан. Сразу два балла, и делает накат. Ещё два балла. И ещё крутит два балла. И счёт становится 6-0 в пользу Шагириева. Видите, боролись в такое время. Больше минуты боролись, и никто никому не уступал. Каждый ловил на контратаке. Тюлюш чуть-чуть ошибся, и Шагириев сразу же наказал борца и заработал 7 баллов. И уже это хороший отрыв. Не хватает трёх баллов до технической победы. Так, продолжается борьба, пока... В захват сближается... В захват не сближается, на дистанции как-то держится. Вот. Отключил ручку Тюлюш. Продёрнул его Шагириев. Первый период очень уверенно забирает Шагириев, да? 7-0. 25 секунд. Ещё бороться мы бы были бы не против, если бы Шагириев оформил тоже досрочную, да? Вы сами понимаете. Очень много схваток сейчас, и на всех трех коврах очень интересные противостояния. Шагириев, кстати, тоже выиграл. И турнир Александра Владимировича Крылова. Красноярский край, в общем, зачёте. В одной четвёртой чем, по сетке дальше идёшь, а уже никакую встречу... Пропускать не хочется, да? Согласен. Отсор Сапуев. 70 килограмм. Да, вышел, да? Да, вышел. И соперник, где он-то? Вот. С Игорем Упхоев, да? Упхоев, да, Игорь Упхоев. А потом ещё Мамедов вынес. 4 балла сразу вынес. Всё, да? Да. Так, здесь продолжается борьба у нас. На ковре С. Да, Шагириев пока 7 баллов ведёт. И, в принципе, не разгоняется. Тувинскому борцу надо что-то предпринимать. Чёт большой. Вот. Отыгрываться, если надо, то прям сейчас надо уже начинать что-то делать, что-то предпринимать. Да, 2 минуты ещё бороться. Оп, как легко. Прям, да? Красиво. Да. Просто ещё так ноги от земли невысоко оторвал. Прям, как почувствовал. Точно, да? Ух ты, сейчас. Набрал баллы, всё. Не рискует, не разгоняет. Тем временем, за кое, по-моему, выиграл. Да. Начинает ещё бороться. А, да? Да. Шамиль Мамедов потом выйдет против Георгия Кычкина. Да, тоже интересная схватка. Потом ещё и с Таинславом будет бороться. Ну, посмотрим сейчас. Мы будем ориентироваться по обстановке как-то. Да, он сейчас... На 4 балла бросок Шагиреева и досрочная победа. Всё-таки за минуты 10 до окончания схватки. Очень грамотно провёл встречу. Никаких лишних движений. Все его атаки были, это чёткие приёмы. Вот. Вязался, вязался, продёргивал, искал брешь в обороне. И находил этот момент и проводил действия. Вот, посмотрим, смотреть, 4 балла. Да, раз сам. Контератака и поднял. На 4 балла вот бросок. Вау. Победные 4 балла. Так. На ковре цел у нас выходит олимпийский чемпион Заурбек Сидаков. Так, Заурбек Сидаков. Его соперник Алексей Боровицкий. Боровицкий, да. Боровицкий тоже опытный спортсмен. Вот. Две схватки уверенно провёл уже на турнире Коркина Дмитрия Петровича. Но сейчас у него соперник, это... Да, это лидер, мировой лидер. Посмотрим, сможет ли дать он бой Заурбеку Сидакову. Задача не из лёгких. Да. Ух ты! Что это было? Удивил-то. Что это? Ну, как отзащищал... Какой приём, да? Какой приём? Ну, как отзащищался Заурбек Сидаков. Надо будет повторно посмотреть. Да, это разбудил трибуны. Да, я надеюсь, вы этот момент видели. Боровицкий разбудил, да? Да, вообще. Красавчик. Молодец, да? Заурбек Сидаков с ним, да, аккуратно выходит, так всё равно бороться. Да, именно этот заряжен на победу. Прям с первых секунд такой натиск начал делать. Ну, правильно, правильно, конечно. С лидером только так, и можно бороться. А если ты будешь налегке бороться, то тебя спокойно съедят, да? Да. Ох ты, молодец, Алексей. Да, конечно, для любого спортсмена, да, когда ты являешься олимпийским чемпионом, то ты понимаешь, что любой соперник... Да, на тебя особенно, конечно. Да, подготавливается, дышит тебе прям, можно так сказать, спину и прям, ну, желает выиграть. Потому что это таким камбэком будет. Ну, это трофей для любого борца, выиграть у олимпийского чемпиона, конечно. Можно будет потом внукам рассказывать, что ты выиграл олимпийского чемпиона. Помнишь в Якутске? Да. В 2022 году, да? Да. Ох ты! Вперёд 2 балла. 2-0. Ситаков Дорде. Проводил атаки Боровицкий, но видите, как отзащищался хорошо. И первую сейчас атаку провёл Заурбек Сидаков и сразу взял 2 балла. Да даже если балл возьмёшь, можно рассказывать. Да. Такое положение сейчас, да? Да, на самом деле, после Лиги Поддубного 2 у Заурбека Сидакова надо хотя бы попытаться балл взять. Это вторая его встреча на турнире Горкина. И пока никому не удалось ещё это сделать. Вот посмотрим Боровицкому, удастся ли это сделать. Минута окончания первого периода. Да. Очень достойную борьбу показывает Алексей Боровицкий. Я просто аплодирую внутренне. Да, и в чём ещё преимущество Заурбека Сидакова? Он начинает вот под конец, он как будто не устает, а наоборот разгоняется вверх всегда. Но всегда лидеры это так делают. Это... Поначалу разведкасть. Умение распределить силы, да, свои. В общем, прочувствовать соперника. Но это, конечно, талант тоже. Да, пытается, конечно, Боровицкий делать действия, атаковать, как-то свою борьбу навязывать. Да, активен, конечно, но... Да. 2 балла берёт Заурбек Сидаков. 4-0. Всё, видит, всё, видит, любой проход в ноги, чётко отбрасывает и сразу делает забегание, берёт 2 балла. Да, заканчивается первый период. Да. 4-0. Уважение, да, показывает борцы, конечно? Да, конечно. Вот, смотрим повтор. Как красиво, да? Вот сейчас за спину чуть-чуть не вышел. Но Заурбек, конечно, профессор Ковра сумел защищаться и даже в выгодном для себя положении. Вот, смотри. Ох, красиво-то сделал. Видел, да? С другого ракурса ещё лучше. Но уже второй период начался. 4-0, напомним, счёт. Да, в начале первого периода Боровицкий очень прям хорошие такие движения показывал. Прям, видно, стремился набрать баллы, какие-то действия сделать. Ну, опытный, очень опытный спортсмен, олимпийский чемпион. Двухкратный чемпион мира. И тяжело-тяжело это сделать, но всё равно можно дать дань уважения Боровицкому, что, ну, старается сделать какие-то баллы, набрать какие-то действия, сделать не просто застаиваться. Просто защищаться, да? Да, застаиваться в борьбе. Очень активно борется Алексей. Но сейчас начинают включаться и Седаков, как мы видим, завязки уходят сейчас, может бросок и провести тоже что-то готовит, мне кажется. Ну, вот как раз о чём ты говорил, да, начинают немного включать скорости другие. В первом периоде Боровицкий чуть силы выложил на Заурбеку, как и ты правильно сказал, Степан. Ох ты, проход. Набрал, набрал эти, как бы это, умеет контролировать и распределять свои силы, как и в начале чувствовать, так и в конце себя. 6-0. 6-0 уже. Уже отрыв солидный получается. Опять же, его фирменный проход в ноги, да, продемонстрировал. Классика от Заурбека Седакова. И ещё раз проходит в ноги Заурбек. Защищается Алексей Боровицкий успешно. На этот раз минута последняя сейчас пойдёт. Сейчас Боровицком уже принципиально не надо проигрывать досрочно, мне кажется. Ох, хорошо, как прошёл. Да, хорошо, но защищается, конечно. Защищается, хорошо. Просто профессорский. Третий уже, за встречу, третий проход от Боровицкого. Но все три прохода видел Заурбек Седаков. Три раза отбросил, хорошо оттянул. И ещё проходит в ноги Заурбек Седаков. Ещё проходит. Без баллов не отпустит, конечно. 8-0. Вот о чём мы говорили. Набирает баллы. Уже под конец прям... 14 секунд остаётся. Алексеев, конечно, наше уважение. Молодец. Очень хорошо, достойно отборолся в этой встрече. Да, попытался, попытался сделать, да. Удивить попытался олимпийского чемпиона порой. Тройку раз даже. Прошёл в ноги. Да, и первые две схватки он уверенно выиграл, да? Да, кстати, очень уверенно. Всё-таки... Ох, ещё и провернул! Ещё и провернул! Два балла! Ещё может! И времени не хватит. Что такое было? Да, Алексей. Красавица. Конечно, время опасно. Концовка была опасная. Ну, видели то, что лопатку оттянул сильно. И как бы тяжело было бы положить на туше. Молодцы. Два балла Алексеев всё-таки заработал. Два балла, да. Всё-таки прервал, да, вот эту. Ты представь, на подобном не брали, а здесь брали. На Горкинском уже брали. Так, ну мы можем остаться на этом ковре. В принципе, у нас выходит Курбан Шираев. Тоже интересные его схватки с... Албаном Абакумовым, да. С нашим Терминатором, да. Это Терминатор, да? О, отлично вообще. Интересная встреча. Да. Если с таким же настроем сейчас выйдет... Но у него по-другому не бывает просто. Да, посмотрим. Ну, Шамиль, ладно. Ладно. Так, давайте посмотрим. Я тоже согласен с тобой. Я хочу тоже посмотреть эту схватку. Это Албана Абакумов и Курбан Шираев. Мне кажется, неплохая вывеска. Да. Так. Да. Начинается встреча. Так, ну, поехали. Но не будем забывать, что через две схватки на центральном... А через одну схватку Станислав все на бой, потом сразу Владимир Егоров, а потом Ариан Тютрин. Афигеть, сколько встреч. И еще получается встречи международные у нас получается, да? Да, в общем, тут нам надо будет сильно подумать. Ну, здесь... Так, хорошо. Абакумов хорошо защищается. Очень хорошо защищается. Курбан Шираев попробовал пройти в две ножки. А он еще кладочник. Так что любой момент нужно удивить. Проигрывает, а потом перепечатывает. Бывает такое. Очень часто, кстати, умеет делать. Ну, конечно, здесь другого класса спортсмен, конечно. И вот сегодняшний соперник Шираев Курбан, да? Но я очень надеюсь, что это будет конкурентная схватка. Ну, да, уже, в принципе, да, минута прошла. Первое период, да. И скажу, конкурентная схватка. Абакумов пока ничем не уступает. Тоже пытается и ножку пройти, зацепы сделать, швунгуются, зону держит. Кто это? Интересная схватка. Еще к теми титами никому не дали. Да, вот предупреждают пассив красному, чтобы активнее действовал. Ну, и, конечно, сейчас Рейнерис, Салас Перес, конечно, тоже у меня... Да. Я прокручиваю все моменты, просто не умещаются у меня в голове. Столько уже было событий. Это же надо два периода не бороться. А уже у нас до полфинала полчасика осталось. Да, до полфинала. Ну, наверное, чуть, может, полфинала или нет. Нет, там будут открытия и полфинала. Ноги проходят Курбан Шраев. Да. В опасном сейчас положении. Да, Авакумов очень опасном. Сейчас Курбан Шраев будет грузить. И брать два балла. Да, берет два балла. Сейчас главное защититься в партере. Вот что главное. Да, неплохо защитился. Албана Вакумов 2.0 ведет Курбан. Первый период. Еще время здесь. 30 секунд. И... 3.0. 30 секунд остается до окончания первого периода. В конце уже набрал Курбан Шраев 3 балла под конец схватки. Да, один за счет пассивного, да? Да. Все, уходит. Первый период завершается. 3.0 ведет Курбан. Но еще 3 минуты целых есть у Албана Авакумов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Посмотрим. Все, потом можно найти здесь. Ну, более-менее вот это. Можно в другие ковры переходить, смотреть. Б и А. Да. Согласен. На ковре А будут очень интересные схватки. Я вот прослушал, но вернее не смог точно услышать, о чем говорили судьи-информаторы. Вроде бы обещают нам тоже небольшой перерывчик и до 5 часов, я так понимаю. Совсем немного, чтобы и мы, и вы, и в общем все немного отдохнули. Мы посмотрим, как там пойдет. И уже второй период, а очень активно начинает Албана Авакумов, пытается, пытается найти свою борьбу. Да. Ну, Курбан Шраев, опытный борец. Конечно, да, очень. Да. Вот соли сел уже. Понятно, что все еще молодой борец, да? Да, молодой, но уже опыта столько тоже набрал. Да. 65, как начал выигрывать такие турниры международные. И уже в 74 на международном турнире Коркина Дмитрия Петровича выступает. Защищается, вроде Авакумов. Ух ты, и сейчас может в промокашку улететь Албан. Взял, взял он промокашку, но пока неудобно подвернуть. Пока защищается. Албан, да, ногу не отпускает. Ах ты, все. Или нет еще? Нет, разцепил, два балла есть. Да, счет 7-0 же в пользу Курбана Шираева. Ну, похвально, похвально Албан. А очень активно борется. Ищет свою борьбу, пытается найти подходы в атаку. Но просто пока слабых мест Шираев не показывает. Если они у него есть, да? Да. Второй турнир его в этой весовой категории в 74 килограмма. Первый был турнир в Минске, где он стал чемпионом. И это второй турнир в 74. Не дверя, да? А финал с кем? Не помню. Не помню фамилию, но вроде тоже с Дагестана. Выступающий за Белоруссию, если я не ошибаюсь, конечно. И до этого в 9-0 ведет Курбан. Да, уверенно, в начале первый период, прямо пока завязочка такая была. А сейчас Курбан Шираев все уверенно лидирует. 9-0-1. Одного балла не хватает до технической победы. Тем временем я понял, что Арбак Сад выиграл, да? У иранца Али Аббаса. Да. 7-4 выиграл, 70 килограммов. Молодец какой Арбак. Набрал форму тоже. 70-е. Да, 70 килограммов Арбак Сад против, помнишь ли, за Али Аббаса, который Шахиева выиграл. Нифигаси вообще, красота. Так, счет у нас. 9-0, да? Да, 9-0. Выходит он в полуфинал, Курбан, да? Я так понял. Это 1-4 была. Да, 1-4 выходит в полуфинал. В своей категории до 74 килограммов. Так, а по сетке он шел, получается. Где у нас 74? А вот. Да. Шираев у нас, Станислав Свинобоев. Вот мы сейчас ждем эту встречу. Перерыв? Да, видимо, вот последняя схватка на центральном ковре сейчас завершится. И до 5 часов у нас будет перерыв. То есть у нас 30 минут, да? Будет время. Немного передохнуть. Перекусить, в конце концов. С 10 утра все-таки в прямом эфире работаем, Степан. Да, эмоции, конечно, через край, Степан, согласись. Да, такие яркие встречи. Это блестящий турнир, пока все как кино. Все на высшем уровне. Так что мы ждем вас, дорогие телезрители. В 17.00 возвращаемся в эфир. Покажем и церемонию открытия нашего турнира. И, конечно же, полуфинальные схватки. С вами, друзья, мы не прощаемся. Просто говорим до скорой встречи. Увидимся после перерыва. Да.